Как мы сообщали ранее, во многих городах Казахстана уже действует режим карантина. На удаленный формат перешли и высокопоставленные чиновники. Однако, если у одних появилось больше свободного времени, то у других работы только прибавилось. Чем занимают себя депутаты в режиме «сидим дома», какие советы дают Акимы и за что Армения благодарит Казахстан? Эксклюзивное интервью записала моя коллега Мольдер Абдуалиева. Мольдер, тебе слово. Мольдер, тебе слово. Я читаю язык при помощи YouTube, читаю книги. А вот книга, которую я читаю о лучших практиках и о том, каким бывают ученики. Я очень люблю вот эту книгу по гендерному бюджетированию, которую снова студирую. Так как я здесь нахожусь одна, я практически ничего не готовлю особенного. Я просто постараюсь в это время как-то более-менее правильным питанием заниматься. Моя семья находится в Алматы, и мы с ними посредством, а также видеозвязи общаемся. Тем временем исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Кайрбеку Скинбаев продолжает работать в прежнем режиме. Во время телефонного разговора он сообщил, что находится в офисе с утра и до позднего вечера. Жизнь не останавливается, стройку надо продолжать же. Люди должны быть рабочими местами обеспечены, поэтому у нас работы не меньше. А больше стало в офисе находится. Я и моя приемная с помощниками работают. Аманиас Касымович Ержанов, мой коллега, вице-министр, который отвечает за промышленность, потому что производство масок, медицинские другие производства, которые необходимы, он тоже на работе со своей приемной. Ответ секретарь, потому что работа связанная с приемом секретных документов, работа других, они тоже, эти службы находятся, остальных практически всех мы перевели на дистанционные. Работы стало больше и у Акима Западно-Казахстанской области. Галиис Калеев ежедневно совершает объезды территорий и объектов, инспектирует цены на продовольственные товары. С сегодняшнего дня в регионе усилен режим карантина, в связи с чем глава области призвал жителей находиться дома. Вы, оставаясь дома, помогаете нашим структурам быстрее справиться с этой проблемой. Также, оставаясь дома, вы имеете хорошую возможность начать и завершить те дела, которые откладывали на потом. Возможно, открыть свой бизнес, возможно, получить дополнительное образование, прочитать новые книги. То есть, это предоставляет, конечно, новые возможности. Поэтому, оставайтесь дома. В условиях карантина трудятся не только казахстанцы, но и граждане других стран. О новом формате работы рассказал вице-министр иностранных дел Армении Шаваш Кочарян. По его словам, сейчас до 80% жителей страны работают удаленно. Кочарян также отметил, что официальный Ереван благодарит Казахстан за эвакуацию граждан Армении из Китая во время вспышки коронавируса. Мы очень успешно сотрудничаем с Казахстаном и в двустороннем, и в многостороннем формате. Кстати, первый случай, когда гражданин Армении вернулся из Китая, где только началась эпидемия коронавируса, был связан с нашим сотрудничеством с Казахстаном. Тогда наши казахстанские друзья, гражданку Армении, которая должна была вернуться из Китая, они спецпорт выставили для своих граждан, и ее тоже взяли. И она сейчас в Армении, мы очень благодарны за это. Наш собеседник также сообщил, что Казахстан выдвинул ряд инициатив во время обсуждения вопросов по борьбе с коронавирусом. Следующее онлайн-заседание запланировано на 3 апреля. В повестке тема товарооборота и транзита между государствами. Мария, у меня на этом все. Передаю тебе слово. Действительно, Мольдер, коронавирус сейчас как лакмусовая бумажка определяет, кто ищет выгоду, а кто готов к сотрудничеству и взаимопомощи. Спасибо, коллега, я продолжу. Продолжим.